Добрый день! И наш эксперт Михаил Ильич Барохин, доцент кафедры масс-рестинга и национальных видов спорта Северо-Восточного Федерального Университета. Добрый день еще раз! Добрый день! Добрый день, уважаемые зрители! Да, сегодня мы с вами увидим схватки, поединки в пяти весовых категориях среди мужчин и в трех весовых категориях среди женщин. Конечно же, мы увидим и будем болеть за наших спортсменов, именитых масс-рестлеров сборной России, ну и из других стран. Сегодня в первый день у нас будут представители 39 команд из разных стран мира. Среди мужчин 46 участников, среди женщин сегодня будет 16 участниц, всего 62 спортсмена. В том числе мы сразу расскажем, какие страны сегодня будут представлены на чемпионате мира. Полные команды сегодня представят Россия и Кыргызстан. Это тоже одна из самых 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 мира. Также один из спортсменов будут представлять Пакистан, где с огромной скоростью тоже распространяется наш национальный якутский вид спорта. Это 13 спортсменов Монголия, Узбекистан 9 человек, Индия 6, Белоруссия 5 человек, Венгрия 5, Таджикистан команда из 5 человек, Египет 4 и Иран тоже 4. В общем, будет на что посмотреть. Я думаю, что мы с вами сегодня проведем очень хороший день, азартный, зрелищный. И, конечно, давайте расскажем немного о сегодняшних весовых категориях, участниках, самых именитых наших спортсменов. Среди мужчин у нас сегодня будут выступать в весовой категории до 60 килограммов Герман Игнатьев. Молодой атлет, 20-летний парень, который единственным самым большим достижением которого является победа на чемпионате России. Он сумел отобраться на чемпионат мира и получил шанс доказать, что он сильнейший в мире, завоевать заветную медаль. Ну и, конечно, стать в один ряд самыми именитыми спортсменами в этом виде спорта. В весовой категории до 80 килограммов мы увидим в составе сборной России Станислава Иванова в весовой категории до 105 килограммов сборную России будет представлять один из самых именитых масс-рестлеров мира. Но не самый, скажем так, Дмитрий Попов, который является двукратным чемпионом мира. И у него сегодня будет замечательная возможность взять третью золотую медаль. В весовой категории до 125 килограммов сборную России представляет калужанин Иван Галкин. Тоже молодой атлет, но уже опытный масс-рестлер и очень именитый. Конечно же, он является очевидным тоже фаворитом в весе до 125 килограммов. Ну и живая легенда масс-рестлинга, один из самых именитых также масс-рестлеров мира Виктор Калибабчук. В весовой категории до 120, свыше 125 килограммов. Вяземский богатырь. У вас будет сегодня возможность посмотреть на этого атлета. Ну и среди женщин также у нас три весовые категории. Тоже самые, скажем так, высокие веса у нас. Ирина Севрюк 75 килограммов. Те, кто хоть немного знаком с масс-рестлингом, все, всем знакомы это имя. Тоже одна из самых именитых спортсменок. В весе до 85 килограммов Махидур Абдузаирова. Тоже из Калуги. Тоже восходящая звезда масс-рестлинга. Ну и в весе свыше 85 килограммов Татьяна Баишева, которая является представительницей одной из самых известных фамилий в мире масс-рестлинга. В общем, нас ждет очень увлекательный сегодня соревновательный день. Ну, а всего на чемпионате мира у нас будет два дня, которые будут посвящены всей весовой категории. Да, девять весовых категорий у мужчин и пять у женщин. Ну и третий соревновательный день мы увидим поединки в абсолютной весовой категории, которые пройдут в местности Усхатын во время нашего национального праздника Исых. Исых Туймады. Это самый главный наш праздник, где мы увидим сильнейших Маджинны мира. Маджинны – это то самое название, которое дается спортсменам в масс-рестлинге, сильнейшим спортсменам. Михаил Ильич, давайте мы уже приступим к соревнованиям. Первый круг, первый поединок. Да, первый дистанция уже начинается, уже вызывает спортсменов на помощь. Это представитель сборной Анголы и сборной Индии. Открывает весовую категорию до 60 килограммов. Ну, здесь, как уже отметились, надо, как сказал Степан, тут большую, вот такую спортивную сопротивление, скажем, ждем. Под сборной команды России и Кыргызстана. Да, это главное противостояние, которое мы с вами сегодня увидим, потому что действительно в Кыргызстане этот вид спорта тоже очень популярен сейчас. Ну и у них также, да, с древних времен подобный вид спорта также присутствовал. И для них это тоже родной, можно сказать, тоже вид спорта. Но, скажем так, у нас в республике этот вид спорта сохранили и превратили уже в такой настоящий вид спорта, да, с правилами. Признан масс-рестлинг и в реестре Минспорта России. Спортсмены получают звание мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. Так что это уже такой официальный вид спорта. Ну и, конечно же, наш глава, глава республики Саха-Якутия, Сергей Сергеевич Николаев, поставил задачу. К 32-му, 36-му годам должен масс-рестлинг войти в олимпийскую семью, да. Но я думаю, что вполне может и масс-рестлинг войти в олимпийскую программу хотя бы в начале, как и всегда, да, в показательный вид. В показательном выступлении масс-рестлинг, да. Ну, действительно, ну это уже начало, и мы начинаем чемпионат мира. Четвертый чемпионат мира в городе Якутске. Да, представитель Анголы, красный угол Феррера Эрменильдо Гонга. И сборная команда Индии представляет Бивидас Акшей Санаване. Ну, в общем, у нас сегодня будут трудности, может быть, с произношением имен спортсменов, но ничего страшного. У нас, конечно, очень широкая география. Скажем прямо сейчас, в Международной Федерации масс-рестлинга будут представители более 50 стран. У нас уже масс-рестлинг присутствует на пяти континентах. В том числе мы увидим сегодня и представители и Африки, и Южной Америки. В общем, давайте посмотрим. Спортсмен Анголы, из Анголы красный, трекорд с красной стороны. Синий угол у нас представитель сборной команды Индии. Индии атакуют, но смотрите, смотрите. Опа! Выдержал натиск, потом ушел на защиту и атаковал, и в итоге одержал уверенную победу. Я сказал бы, да, уверенную победу. И тут, видите, технический арсенал присутствует. Да, кстати, Михаил Ильич, от вас мы ждем экспертного мнения, да, именно по технике, по, скажем так, именно по спортивной части, да, потому что масс-рестлинг, ну, как и, конечно, многие виды спорта, имеет свои секреты, свои, скажем так, да, техники и тонкости. Если посмотреть на сборную команды тренера, значит, это уже опытные ребята со сборной команды России. Нет, не сборная, а представители команды Российской Федерации, скажем, тренера Российской Федерации. Ну, конечно, они сопровождают спортсменов, помогают им советами. Ну, конечно, наш вид спорта мы популяризируем, показываем, учим. Вова, видите, вот, атакует, а он защита, потом защита, и атака. Нет, держит, держит, да, держит, держит. Но технически нормально, технически. Красиво, красиво, вот, пошел, 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 пошел. А вот, видите, 2-0. 2-0. Не за счет сил, ребят, не за счет сил, а за счет характера и техники, я бы сказал, выиграл, да. Да, очень тяжелая была славка, да, поединок, очень сложный был, потому что первым всегда атаковал представитель именно Индии, да, Вивидас Санаваны, но сумел защититься и выиграл 2-0. Вот, видите, как отличная победа. Ждем вторую пару на этом помосте. Ждем вторую пару у нас будет. Вот, кстати, повтор перед вами. Очень, именно, да, второй раунд получился очень зрелищным. Несколько атак, да, защитился, сумел защититься представитель Анголы. Спортсмен из Анголы и вырвал палку. Видите, какие эмоции. И потом вот идет, атакуя вот при движении, видите, вот как все это уже технически уже, видите, обладает техникой масрестлинга. То есть он уже хорошо знаком, да, с техникой масрестлинга. Здесь и движение, конечно, и атака, и защита. Ну, наш представитель, вторая пара сейчас выйдет. Болеем за нашего спортсмена. Да, с представителем Белоруссии, да, Илья Марош, да, и Герман Игнатьев. Герман Игнатьев будет против Илья Мароша. Синий, Илья Мороз. Илья Мороз, да, Беларусь. Беларусь. Герман из Сунтарского, Луса, Ксюга Кутерна. Тренер, первый тренер является Архива Владимир. Дебют, дебют нашего спортсмена в этом чемпионате мира. Пожелаем удачи и болеем. Да, тут 10-летний спортсмен. Опа. Ну, тут, как сказать, да, слов нет, слов нет, тут все видно. Алексей Агапов. В данное время сейчас тренирует его, тренирует под руководством Алексея Валерьевича Агапова. Сейчас секундирует старший тренер сборной России Николай Ильич Константинов. Вот, сейчас смотрим, прямо со старта, вот, уже видно. Ну, мощь, сейчас он показывает не сколько технику, а сколько мощь, да? Мощь, прямым хватом, скажем так, да, просто вырвал палку. Ну, тут, конечно, тут подготовка, уровень подготовки все-таки немного разный, да? Да, тут уровень разный, да, полправы. Класс, скажем, да? Класс. Гораздо лучше. Внимательно слушает, вот еще и команду, и по хамале. Да, вот, не оставляет шанс. Герман Игнатьев, поздравляем с первой, конечно, победой. Много времени ему не потребовалось. Здесь, конечно, первый поединок был гораздо интереснее, гораздо зрелищнее. Здесь, конечно, класс спортсмена гораздо выше. Ну, тут надо сказать, у Герман это первая схватка. Она всегда бывает, даже у таких спортсменов, она волнительная. Конечно. Как пройдет первая схватка, вот сейчас, ну, думаю, она раскроется, а потом покажет уже. Ждем больших побед, ждем победы только в этом турнире. Да, и смотрим повтор, но здесь, конечно, без комментариев, что называется. Герман в хорошей форме подошел. Ну, надеемся, главное, чтобы не было травм, да. Но подготовка, конечно, у спортсменов, она на самом высоком уровне. Наш чемпионат мира, четвертый чемпионат мира по масс-рестлингу, вошел в число самых важных спортивных событий в стране. Не просто у нас в республике, но в стране, да. И это, конечно, то внимание, которое сейчас уделяется и национальным видам спорта. Это, конечно, очень важно, да. Ну, да, действительно, по линии Министерства спорта Российской Федерации, то есть, видимо, данная среда находится одним из основных важных мероприятий, спортивных мероприятий в этом году. Да, практически месяц готовились здесь, именно в стенах Центра спортивной подготовки «Триумф» наша сборная, сборная России. Несколько тренировок в день, с утра зарядка, распорядок строжайший, так что, я думаю, спортсмены в полном порядке, в отличной готовности. Ну и два представителя разных также сейчас континентов. Египтянин Садек Абрахим Ахмед Мохаммед, в общем, и представитель сборной команды Монголии Тельмен Саин Бояр. Синий угол он представляет. Сборная Монголии тоже несколько дней, ну, за неделю почти приехали и занимались у нас в стадионе юности. Под руководством консультацию проводил кандидат в педагогическую науку, досцен, мастер спорта Республикской Якутии Кудрин Егор Петрович. Тоже один из самых тоже титулованных наших и тренеров, да? Да, и, конечно, опа. Египтянин, ничего себе. Обращаем. Сейчас Африка, Африка сейчас уже вторую может победу одержать на наших соревнованиях. Тут уже серьезная заявка. Надеялись, что Монголия даст такое сопротивление, но все-таки болеем, у нас консультацию проводили, поэтому... Ну, Африка не сдается представителям Египта. Да. Ну, тут тоже... Посмотрим сейчас, может быть, какие-то шаги предпримет, да? Может быть, технические какие-то моменты подскажут ему представители Монголии. Да, тренер подсказывает, показывает, что сделает. Напомню, что это весовая категория до 60 килограммов. Первый круг в соревновании. Спортсмены, которые выиграли в своих поединках, переходят в категорию... В группу А, те, кто проиграли, в группу Б. И в группе А продолжаются поединки за победу в этой весовой категории, да, за выход в финал. Ну, а в группе Б уже будет идти борьба за бронзовые медали. В общем, такая система. Всего в этом весе, как я говорил, да, уже заявлено 19 спортсменов и первый круг. Команда Дану, египтяне сразу. Ну, 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 давай, давай, шаг. Да. Все. Вот смотрите, какие эмоции, да? Это действительно единоборство, которое всегда дарит эмоции и участникам, ну и, конечно, нам, болельщикам. Убедительная победа одержал представитель Египта со счетом 2-0. Сегодня также вы сможете увидеть церемонию открытия чемпионата мира. Также она будет идти в прямой трансляции на телевидении. Ну, и, конечно, нельзя не заметить очень красочное оформление нашей арены. Три помоста подготовлены, большой экран, два экрана даже, да, ну и центральный куб. В общем, очень все зрелищно, красиво оформлено. Видеотелевидение работает очень в широком таком масштабе. Кроме нас еще работает центральное телевидение, МАЙШ-ТВ. Вот. Вчера были у нас представители этой компании. Вчера проводился у нас в спорткомплексе, в Центре национального вида спорта имени Василия Манчайры, академическая платформа масрестлинга, где была представлена выставка Чуропчинского института физической культуры, Северо-Восточного федерального университета, а также международного центра масрестлинга. Сейчас открывается, уже начинаем работать международный центр масрестлинга под руководством Александра Николаевича Кемена. А также накануне состоялся конгресс Международной федерации масрестлинга, где также была глава республики, Ася Николаев, озвучил идею о том, что будет здесь у нас в республике создан Центр развития масрестлинга, да, международный центр. Ну и, конечно, это будет давать направление. Новый толчок. Ну, действительно, надо нам, действительно, будет такой уже четвертый международный проводим. Масрестлинга уже международная арена. И путь к олимпийской семье, надо, чтобы был у нас базовое такое учреждение, центр. Сербия и Индонезия сейчас. Да, тут, ну да, тут обращаем внимание на Сербию, спортсмены Сербии. Внимание, Лекович. Надеемся, ну, он у нас более-менее именитый спортсмен. Внимание, Лекович является президентом федерации масрестлинга своей страны, Сербии. Большой энтузиаст. Большую работу проводит именно по популяризации этого вида спорта. Все больше спортсменов, да, привлекает. Сербия у нас развита, в масрестлинге. Ну, силовые виды спорта там уважают, да, традиционно так же. И, само собой, и масрестлинг привлекает внимание своей зрелищностью, напором. Ну, и видите, да, как красиво все это выглядит, как сейчас спортсмены уже все знают и правила, да, приветствия спортсменов. Силу показывает силу, мощь. Ну, и видно, вот уровень класса чуть выше, чем спортсмен Индонезия. Спортсмен Индонезия, видим, он молодой. Ну, начинающий можно, наверное, сказать, да. Масрестлинг. Да, вы правильно указали, сейчас это силовой вид спорта масрестлинг, они и другие виды, спортсмены переходят в силовую виду спорта. Ну, там идет тяжелая атлетика, со штангой тренируются. А тут они, кроме этого, соревнуются с человеком, да. И вот другие эмоции уже. Единоборство, да. Да, это единоборство. Вот, да, очень уверенная победа. Наш, да, надо сказать, со счетом 2-0 игра, то есть, в Сербии. Ну, если продолжить, надо сказать, что наш народ, якутский народ, подарил миру очень уникальный вид спорта. Масрестлинг, раньше у нас называлось Масрестлинг, ну, и мы сейчас тоже называем Масрестлинг, притягивание палки. Но для того, чтобы популяризовать, наименование поменяли и используем сейчас якутское слово и английское слово Масрестлинг, что, действительно, это дает очень большой толчок для развития нашего вида спорта. Ну, тут надо отметить тоже, что одним из основателей таких вот этого переименования, слово Масрестлинг был наш уважаемый первый олимпийский чемпион Арман Михайлович Дмитриев. Да. По его просьбе, ну, там было очень много собраний, там были споры и так далее. Но все-таки Масрестлинг сейчас, он и является Масрестлингом. Благодаря, ну, скажем так, Роман Михайлович, наш старший брат, и тут он положил свою добрую руку. Так, выходят на помочь представитель Монголии сейчас, Нямдава, да? И представитель Казахстана. Да, и представитель Казахстана. Сирии. Сирии, да, Мохаммад Альназал. Роман Альназал. Да, подсказывает, да, тренер Секундан, лежит ноги, говорит. Да, вот вид он защитный, скажем, позе представитель Сирии. А Монгол уже в стиле атакующего. Ну, вот видите, вот. Да, Сирии тактическо тут немножко какую-то ошибку сделал. Надо было, ну, да, не садиться на атакующий стиль, а надо было уже атаковать друг друга. Ну, атаковать. С атакующего начинать. Потом пойти на защиту, если не нужно, может быть, дальше атаковать или начали себя тактическо. А он уже, тактическо, уже идет на защиту. Вот, видите. Ягодичный центр тяжести у него находится сзади, очень далеко. Поэтому не успевает по команде. Ну, это тоже приходит с опытом. Да, надо сказать, что первый чемпионат мира по масс-ресингу также прошел здесь, в Центре спортивной подготовки «Триумф» в 2014 году. Чемпионат мира прошел в ноябре, так же, как и второй чемпионат мира, да, здесь расстоялся в Якутске. Ну, а третий чемпионат мира уже в 2018 году проходил в городе Чалпаната в Кыргызстане. Ну, и четвертый уже возвращается снова на родину. 2-0. Уверенная победа спортсмена из Монголии. Нямдава. Нямдава со счетом у него. Проходит следующий круг он. И переходит в группу А. В группу победителей, скажем. 2-0. Ну, и следующая пара представитель Казахстана. Жахангир Неазалиев и спортсмен из Ганы. Повторим, увидим. По команде, как резко он ноги поставил снизу. По команде представитель Монголии. Вот уже видит. Ну, уже достаточно опытный такой, да? По команде сразу переставил ноги. Вот это быстро так. Ну, когда ноги находятся на высшине, чем соперникам. Выше, чем соперника, да? То есть это уже большое преимущество. И тут можно сделать разные стойки. Можно и при движении сделать. Ну, и центр тяжести, да? Получается, ниже, да? И опорная точка появляется. Преимущество находится у представителя Монголии. Так, ну, вот. Казахстан и Казахстан. С красного угла Захангир приходит Казахстан, не Залиев. И крестивитель Ганны Вайз. Ну, тут надо уже обратить крестивитель Ганны уже внимание на соперника. Он слушает тренера. Нет, получается, наверное, сейчас. Ну, вот, видите уже. Опа, спорный момент получился. Когда оба соперника падают одновременно, то тут арбитр дает команду в спорный момент. На помощь арбитрам в данное время работает Марко Петр. Ноги, ноги. Нет, не был сюда. Да, но тут дана команда не была еще. Он не слушает судью. Смотрим на работу арбитра. Палка в данном центре. Очень хороший, кстати, да. Тяга, видимо, у Вайза тоже очень хорошая. Вайза защищается, Вайза защищается. Не залив. Не залив. Атакует, да. Но, видите, как все равно держит. Пальц хорошо держит. Нога уходит, нога уходит. Все. Не залив атакует. Вайза выигрывает сейчас лучше. Мне кажется, нет. Не, не, не. Ну, атакует. Да, теперь, вот, вот, теперь, вот, теперь Вайз. Вайз, вайз. И пальцы не выдержали. Не, не, тут выиграл. Не, залив. Да, за счет техники, может быть, даже, да, там. Очень, очень эмоциональный поединок. Тут уже, уже характер, уже, уже пальцы, уже тут никакая там уже, не техника. Уже ребята ушли на, уже на выносливость, на характер. У кого пальцы отпустят, те уже, уже силы на исходе. Вот, сейчас посмотрим. Да, очень продолжительный поединок, кстати, да, первый. Тут, ну, да, немножко, если, ну, один из соперников, кто-нибудь немножко сделал бы шаг в сторону, тут выиграл, вот. Ну, тут, видите. Да, тут, хотя у нас судья показывал сторону синего угла Ганна, но победу одержали. Ну, какая первая победа дали сборную, представители сборной Казахстана. Сейчас посмотрим. Ну, посмотрим сейчас второй раунд будет, мне кажется, очень определяющим, да. Если представитель Ганна сможет взять реванш, то уже при счете 1-1. Да, 1-0 Казахстан, ага, все-таки победу дали казахстанцу, но, ну, вот, Казахстан защищается. В атаку идет представитель Казахстана. Ну, Казахстан надо ноги поставить, во-во, молодец, еще одну ногу вверх поставить, еще одну ногу. Ну, ну, вот, видите, он, Ганна делает такую защитную, защитную такую стиль. А, ну, все равно, а, не кажется, атакует, ну, правую ногу надо поставить вверх. И нога уходит у представителя Ганна, и это, все, переворачивается, да, ну, немножко, да. Сентри тяжесть потерял, я думаю, свернулся. Так, что такое? Спорный. Что такое? Победу не дают. Видимо, секундант, видимо, секундант, да, победу не дают, да. Или? Нет, все-таки сборную дали, да? Все-таки сборную дали, ага. Не, ну, ну, судьям виднее, конечно, судьям виднее. Ну, с нашей комментарией, думаю, тут сборная, представитель сборной Казахстана, не Язальев, был близок к победе. Ну, а счет остается прежним, 1-0. Судья Марков, Петр, и дает спорный. Захват будет выбирать представитель Казахстана. Вот, видите, разминует, меняет эту самую руку. Ну, тут, видите, что пойдет сейчас уже на выносливость, уже ребята устали. Сейчас будет уже. Я бы порекомендовал представитель Казахстана чуть-чуть ногу поставить шире, он узко, узко, а вот, да, представитель говорит, надо газ крутить, палку, говорит, сделать так, прием газ. Сейчас газануть, ну, посмотрим, как лучше. Очень узко поставят ноги, ну, оба спортсмена ставят ноги узко, но, тем не менее, Казахстан, он владеет своим телом, координация у него есть. Вот, ну, Казахстан атакует, как и в первых предыдущих схватках. Ну, вот, вот, видите, уже нога уже ушла у Ганны. Сейчас Шахстан сделает, и все, вот, все. Вот, видите, вот. 2-0. 2-0, да. Все-таки уверенная победа не залива. А, первую очко дали Ганне. 2-1. 2-1. 2-1. Ага, 2-1 оказывается. Видимо, да. Челлендж сыграл свою роль, но, тем не менее, победа все-таки достается представителю Казахстана. Не за ли его. За хангиру. Ну, первый круг у нас приближается, да, к развязке. Остается еще три пары спортсменов. Ребята, очень. Сборные Пакистана и Торксменистана сейчас выйдут на помост. Смотрим, эмоции спортсмена из Казахстана уже поменяли. Эмоции вот такие. Ну, прямо скажем, да, здесь понятно, что фаворитами выступает, да, представитель России, Кыргызстана. Но есть же, опять же, бронзовая медаль. Это тоже почетно. Стать призером чемпионата мира. В общем, я думаю, что очень жаркие схватки будут у нас не только в финале, да, но и в других раундах. Вот, видно же, вот сейчас представители Казахстана и Ганны, как борются. Настройка какая, да? Настройка. Ну, они представляют свою страну. Да. Это очень престижно. Большая ответственность на каждом спортсмене, достойно выступить. И на арене чемпионата мира тоже многое обязывает. Каждый спортсмен хочет выступить на самом высоком уровне, несмотря ни на что. Он, наверное, самый зрелищный поединок, да? Пока в утренней нашей программе. Да, сейчас, в данное время, да. Так, следующая пара. Сборная Пакистана, красный угол Мухаммад Саад. И сборная Туркменистана, спортсмен Мирдан Егенов. Синий угол. Весовая категория до 60 килограммов, напомню. Очень зрелищные у нас поединки проходят. Давайте посмотрим представители. Представитель Пакистана не хочет давать. Центр-палку не хочет давать. Он уже со старта начинает работать. Ну, видно, настрой уже, да, передвигая атаку и первый поединок выигрывает представитель Пакистана. Саад Мухаммад, кстати, является также призером этапов Кубка мира по масс-рестингу. Это уже достаточно известный спортсмен в этой весовой категории, да? Ну, и как говорит президент Федерации масс-рестинга в Пакистане Хукхан Хан, через 10 лет он говорит, что в Пакистане будет больше занимающимся масс-рестингом, чем в России. То есть очень большую популярность сейчас набирает этот вид спорта в Пакистане. Что может быть для кого-то удивительно, но можете посмотреть. Я помню, была даже передача в Ютубе, посвященная именно развитию масс-рестинга в Пакистане. Действительно, очень большое внимание уделяется этому виду спорта. Много зрителей собирается на соревнованиях, любят этот вид спорта, полюбился он Пакистану. Я думаю, что действительно тоже одна из сильнейших команд. Ну и Саад, я думаю, будет одним из претендентов на медали тоже. Смотрим. Очень, видите, как красиво видно. С хорошей техникой, видите, да, Саад хорошо подготовлен. Это, опять же скажу, призер этапа Кубка Мира. В разных странах проводятся Кубки Мира, да, в Финляндии, где еще проводятся. Много где, да. В Грузии проводилось, в Азербайджане проводилось, в Турции проводилось. Есть, кстати, можно сказать, надо сказать, что и в Монголии есть турнир по Масреслиму, который проводят тоже представители нашей республики. Надо отметить большую работу по практической части, большую работу делают, популяризацию Масреслиму делает Центр национального вида спорта имени Василия Мончары. Очень большую работу и в Америке, ну, 5 во всех континентах нашей планеты проводят вот эту работу. И если мы создадим центр, международный центр Масреслинга, то будет уже, еще шире будем работать, еще будет масштабнее и еще будет качественнее, я так думаю. Да, вы прекрасно видите, да, вот по сравнению даже там с первым чемпионатом мира, вы, наверное, тоже помните, все-таки подготовленная спортсменов, да, ну, отдельных, может так, может быть, скажем, да, уже титулованных спортсменов, она уже достаточно на высоком уровне. Представители Конго и Йемена. Да, сейчас данную республику, да, действительно так. Алавадий Йемен, Кимпати Конго. Ну, видите, вот, 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 представители Конго, видите, как, ох ты, да, уже это атакующий стиль Конго уже был, уже в начале схватки, поза уже атакующего, центр тяжести, грудь вперед, спина сзади, все, уже тяговая система, как бы тянуть уже, готовые уже длинные руки. Вот в этом, вот такие вот параметрами, вот именно параметрами, да, вот такие ребята, вот в этих весевых категориях будут доминировать, ну, уже доминируют. Высокие ребята, подощавые, высокие, жилистые. Ну, тут соперник, он уже был, уже на стиле, скажем, защиты, центр тяжести уже не был. Ну, сзади он, ну, не смог реализовать свои силовые возможности. Сейчас посмотрим, как он убедительную победу одержал, Кимпеди. Ну, я думаю, что и второй. Вот ведь, вот. Да, он будет таким же быстрым. О, вот была ошибочка. Да, перемудрил. Да. Он сам себя обманул, ребята, он перемудрил. Один на день. Да, не надо было тягать. Премудрил. Премудрил, да. Ну, эмоции. Это уже эмоции. Он хочет очень выиграть. Ну, и техника, конечно, тут немного хромает, наверное, все-таки, да? Чисто, скажем так, в силовой манере. Хотел он вырвать палку, видите, да? Как атаковал, ну, и сам вот совершил ошибочку. И отдал палку. Слишком в сторону Тула все отдал. И, да, в связи с этим... Ну, центр тяжести уже, скажем так, да? Да, повернулся он. Ну, видите, ну, тут... Эти мем прекрасен, мосредственно. Тут нюансов очень много. Тут выиграть можно на ровном месте. Даже проигрывая, вот, до конца бороться. И вот, видите, представитель именно Алабади боролся до конца. И вот, видите, как... И у него появляется шанс сейчас. А вот сейчас уже оба пошли. А держать, держать, защиту надо. Да, на удержание пошли. Ну, и, видите, вот, посмотрим. Йемен держит, Йемен держит. Держит, держит. Хорошо, хорошо, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, все-то, я думаю... Еще нет, еще нет. О, как? Нет, нет, нет. Я обратно атаку сейчас. Ну-ка. Все, все, может получиться. Ты, ну, ребята, ну... Ну, пальцы держат, пальцы держат, да, вот, пальцы держат. Желестый тоже. Конка атакует, кемпедит атакует, все время атакует. Держать, держать. Все, Алабади нога уходит, все, Алабади нога уходит, не может. Все, еще, еще, ну, держит. Ну, все. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. О, ну, наконец-то. На последнем все... О, видите, как устал, уже все мышцы, уже зажались, вот, видите. О, видите. Ну, вот, вот это чемпионат мира. Это масс-рестлер. Легких побед не бывает. Соперников очень довольны друг другом. Кстати, вот сейчас на постаменте С, да, уже представители большой весовой категории, я так вижу. Там 1-1 счет, можно, если... Можно, да, я бы попросил сейчас режиссера обратить внимание на постамент С. Там, по-моему, Иван Галкин сейчас, если не ошибаюсь. Вот там. Мы смотрим сейчас тоже за поединком, так что попросил бы все-таки попробовать. Там, по-моему, даже счет 1-1. Представитель Сомали, одну. Ну, вот, повторы, видите, ребята, как... Зрелищно. И атака, и защита, характер, физические возможности, выносливость, и все это подемонстрировали. Но немножко, чуть-чуть, конечно, техника не на высоком уровне. Но, если бы, как сейчас сказал Степан, разница первого чемпионата мира. Я был тоже, работал в первом чемпионате мира в 2014 году. И тогда были только эмоции. Сейчас, видите, уже техника класс играет большую роль. И уже, вот, да, у нас впереди Иван Галкин, чрезвобная Россия. И... Так. 120 килограммов, ребята. Тут уже... Да, местовая категория до 120 килограммов. Галкин в атакующем. Иван Галкин, представитель Калужской области. Так, сейчас. Ага, у вас на стойку. А, да, да, да. Ну, со старта уходит на стойку и... Правильно. Но счет здесь 2-1, кстати. Даже сопротивление мощное оказал во втором круге, да, во втором раунде. И с этого урок сделал Иван. И сразу со старта сделал силовую тягу и сразу вышел на стойку. Иван Галкин, кстати, вот принял участие на турнире и на усыхе Алан-По, которое прошло в Верхневилюйске. Занял второе место. Ну и в интервью он сказал, что, конечно же, настроен на золотую медаль. Не только в своей весовой категории, но и в абсолютном весе должен составить он конкуренцию именитым масс-рестлером в самой высокой весовой категории. Ну, это наш спортсмен, слезборная Россия, Калибабчук. Да, сейчас следующая пара весит до 60 килограммов. Мухтар Джамма Хусейн в Сомали и представитель Конго Лоик Бени Локо. О-о-о-о, такой сильный, ну-о-о. Быстро сейчас провел атаку Конго Ли, не жалея соперника, прямо верную победу одерживает. 2-0. Ну, в этой весовой категории до 60 килограммов представитель Кыргызстана Азамат Азонов Свободный. Да, он Свободный Круг. Тоже один из известных и именитых спортсменов сборной Кыргызстана. Финалист чемпионата мира Азамат Азонов. Вот, в следующем круге мы его схватку посмотрим, сейчас его схватку посмотрим. Ну, вот, смотрите, вот тут передвижение и как делает тягу уже не успеваем. Очень хорошо уже начинают, ну, делают передвижение техническое. Представите, разных стран это говорит о том, что они уже занимаются, серьезно занимаются, серьезно. Вот, надо отметить. Так, сейчас у нас... Да, следующий круг весовой категории до 75 килограммов. Мужчина, да? Нет, здесь... На нашем постаменте весовая категория до 85 килограммов сейчас начинается. Мужчины. Да. Представитель Узбекистана и Словакии. Да. Курек Оливер и Наземжон Саидхонов. Ну, тут ребята, скажем, тоже занимаются мосредственным уже не один год. Имеют титулы, например, представитель Словении Курек является чемпионом третьего этапа Кубка мира в Финляндии, где он выиграл наших спортсменов. Поэтому сейчас мы смотрим. Он тоже один из фаворитов в этом месте, да? Помимо, конечно, представителя России, Оливер Курек, как вы сказали, в прошлом году стал победителем финального этапа Кубка Финляндии. Но и сейчас, я думаю, что будет очень красивая его победа. Защита Курека и атака. Ну, тут Саидхонов постарался атаковать, но сила и силовая выносливость в данное время Оливер Курека на высоте. Занимается пауэрлифтингом. Оливер Курек. В общем, профессионально занимается пауэрлифтингом. Повтор. Уже профессиональная работа в жизни, да? Да, да. Как хорошо подготовлен спортсмен. Дорогие телезрители, тоже наблюдайте, да, за тем, какая разница все-таки есть в классе между спортсменами. Какие... Насколько хорошо подготовлены те спортсмены, которые именно претендуют на медали. Надо отметить, что Оливер Курек у масс-рестлинга очень быстро прогрессирует. Во втором этапе Кубка мира тоже участвовал. Вот. Потом уже на третьем этапе Кубка мира Финляндии уже был чемпионом. Поэтому так очень быстро прогрессирует. Ну, 23 года только Оливер Куреку. Он только начинает, скажем так, свою спортивную карьеру, но уже имеет ряд громких побед, титулов. Так что у него все впереди. Я думаю, что в этом месте и, может быть, там перейдет чуть поза, да? Он будет уже всегда в числе фаворитов, да, соревнований. Оливер Курек. Второй. Раунд и... О! Хорошая атака. Видите, уже стойку делает. Технический подъем стойку делает, уверенно. Весовая категория до 80 килограммов. Очень надеемся, что дальше будет Оливер Курек заниматься масс-рестлингом и популяризовать нашу национальный вид спорта в Европе. Очень надеемся. Все. Так. Ну, повтор смотрим. Уверен, уверенная схватка идет. Придвижение. В правую сторону. Потом вот включает тягу. Так. На помост выходит следующая пара представителей России. Станин Слайфованов и представитель Монголии. Басан Джордж Чулунбато. Станислав Иванов показывает прямую тягу. Станислав Иванов является трехкратным чемпионом России. Конечно, да. Последнего чемпионата. И стал обладателем путевки на чемпионат мира. И у него отличный шанс стать чемпионом мира. Он тренируется под руководством трехкратного чемпиона мира. Единственного трехкратного чемпиона мира из республики Саха Якутия. Павла Черноградского. И я думаю, что у него хорошая цель тоже, да, вместе со своим тренером зайти на высшую ступень педестала почета на чемпионате мира. Станислав очень уверенно выигрывает этот поединок. Ну, от другого и не ожидалось в принципе, да? Вот эту, да. Вот она. Первая складка. Со счетом 2 ноль. Станислав Иванов является выпускником кафедры масс-рестлинга национального вида спорта. Ваш студент. Да. Наш студент Северо-восточного федерального университета. Выпускник горного института. Вот. Надо отметить, наши выпускники здесь очень хорошо работают. в качестве судьи, организаторов, представителей. Тренерами работают. И очень отрадно, что работа кафедры масс-рестлинга и национального вида спорта видно невооруженным взглядом, скажем. Станислав, чемпион Европы, единственный у него международный турнир победы на Кубке мира в 2021 и чемпион Европы 2021 года. Дебют, дебют чемпионат мира. Она впервые участвует в чемпионате мира. Представляет сборная команда России. Следующая пара. Давайте посмотрим. При своей категории до 80 килограммов. Мухаммед Гейт Эмдид Тунис и Кагастан Абдулов. Соборная команда Кыргызстана Абдулов. Серьезный отбор должен был пройти, да? Абдулов, потому что конкуренция в Кыргызстане достаточно большая. Видите, как очень уверенно выиграл первый раунд. У них национальный, как и Маслистин, Таях Татыш называется. Очень похож на пройти. Тренер Марат Маратович Артамов. Неизменный тренер. Уже с 2014 года работает. Амбициозный очень такой тренер. Большие задачи стоят перед командой? Да. В командной задачи стоит победа на чемпионате мира. У каждого спортсмена победа. В общем, в командном зачете выиграет у сборной команды России. Очень высокие, да? Да, высокие. Но они это уже который год стараются. И они, действительно, это наши соперники. Ивановы. Ивановы. Видно сразу. В действительности Кыргызстана подготовлена силовая мощь. Рельеф, мускулатура, взгляд. Ну, мы здесь ожидаем, да, борьбу Оливера Курека и Иванова Станислава, а также представителя Кыргызстана Бакбулот Абулова. Да, вы как раз увидели всех, да, основных фаворитов в этом весе. Хорошо, что в первом круге они друг с другом не встретились. Да, друг с другом не встретились, да. Лучше передберечь самое, скажем, вкусное на последней стадии наших соревнований первого дня. В этом весовой категории 7 участников. Переставитель Нигерии свободный. Вот, сейчас переходим уже на другую. Да, сейчас наше внимание на постамент С. Здесь будет выступать двукратный чемпион мира на постаменте Ада двукратный чемпион мира Дмитрий Попов. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что Дмитрий является одним из лиц, да, современного масс-рестлинга, одними из самых узнаваемых спортсменов в современном языке мультимудийных масс-рестлеров нашей республики, России, да и мира. Это Дмитрий Попов. Виктор Калибовчук у нас. Вот, настоящая живая легенда масс-рестлинга. Человек, который также является победителем всех соревнований, известных соревнований по масс-рестлингу. Вяземский богатырь Виктор Калибовчук. Виктор Геннадьевич Калибовчук. О нем можно рассказать, рассказать очень много. Очень такой сильный славянский богатырь, русский богатырь. Из Смоленской области. Он даже подознал, скажем так. Вот, видите, да. Виктор Геннадьевич. Ну, можно сказать, он выиграл на одних руках. Видите, как его приветствуют, да, трибуны? Потянул только рукой. Ну, вот видите, такая сила. А Виктор Геннадьевич в молодости занимался баскетболом. Его рост, как вы видите, больше двух метров. Два метра три сантиметра. Два метра три сантиметра, да. Два метра три сантиметра. Занимался баскетболом. Ну и, конечно, силовыми видами спорта. Ну и в итоге сейчас он является тоже одним из самых известных мастерских мира. Впервые Виктора Геннадьевича мы увидели в 2009 году на Игорах Мончары в Вилюйске, где он занял восьмое место. Тогда победителем стал Сидоричев. Да, известнейший тоже спортсмен в силовых видах спорта, в экстремальных видах спорта. Тренируется Виктор Геннадьевич под руководством Усова Александра Михайловича. Тоже много лет они вместе. Много лет они вместе, да. И надо сказать, Усов Александр Михайлович очень сильно пропагандирует, сильно развивает этот вид спорта в России, по всей России. У него очень много спортсменов. Тренируются, да. Тренируются в спортивной школе в ИМПЕР, Олимпийская резерва в ИМПЕР. Тренируются в спортивной школе в ИМПЕР. Давайте мы немного, да, расскажем о программе наших соревнований. В первый день, как мы говорили, 5 весовых категорий у мужчин, 3 у женщин. Сегодня до 12.30 у нас предварительные поединки. В 14.00 начинаются у нас предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях. В 15.30 торжественная церемония открытия чемпионата. Полтора часа будет отведено на церемонию. Красочные церемонии ожидаем здесь на арене. Всех также призываем посмотреть. Ну и поединки за третьи места и финальные поединки начнутся в 17.00. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Снова здравствуйте, дорогие любители спорта. Мы возобновляем нашу прямую трансляцию. И сейчас перед вами выступит двукратный чемпион мира сборная России Дмитрий Попов. Его соперник представитель сборной Узбекистана Хамро Агебердиев. Давайте посмотрим за первым поединком нашего спортсмена. В весовой категории до 105 килограммов. Дмитрий Попов является уроженцем у Султанского улуса в его цернах. Снова мы видим, да, очень уверенную победу в первом круге. Даже не успеваем комментировать. Ну и, конечно же, известнейший тренер, заслуженный тренер России Петр Давыдов. И заслуженный тренер Иван Иванович Готовцев. Оба именитые наставники. Один заслуженный тренер России. Один заслуженный тренер Республики. Ну а Дмитрий Попов один из самых именитых мастеристлеров мира. Двукратный чемпион мира. Ну, один чемпионат мира он, в общем, пропустил. Не смог он тогда выиграть путевку. Известный спортсмен Виктор Дакалов тогда выиграл и вошел в состав сборной России, да? Да, это было в 2016 году. В 2018 году он стал двукратным чемпионом, да. Ну, в этой весовой категории 105 кг у нас в Республике тоже очень большая конкуренция. В Республике у нас вообще большая конкуренция. Ну вот, Дима уже чувствует соперника, захотел почувствовать и уже поработал на защите. Магистр, выпускник Института физико-культуры и спорта. Магистр, выпускник Института физико-культуры и спорта. Поздравляю с первой победой. Ждем тоже только победы. Ну, тут у нас спорная только победа. Других целей на меня не ставят. Дмитрий, очень скромный человек, да? Вообще, не многословный, да. Не многословный и, скажем так, является образцовым, скажем, масс-рестлингом, наверное, да? С него можно брать пример молодым спортсменам, как зайти на самые высокие педесталы, добиться самых громких побед. Очень дисциплинированный спортсмен. Работает тренером по масс-рестлингу. Когда, я вспоминаю, он учился еще в сельскохозяйственной академии два года, два или три года занимался у нас в стадионе юности. Он приходил со своими старшими сокурсниками из ИГСХ и скромно так тренировался один. Мы тренировались отдельно. Он смотрел, как мы тренируемся, вот так копировал. И почти два года так тренировался. Потом потихоньку начал уже соревноваться. Потом пошел тренироваться под руководством Петра Николаевича Давыдова. И уже оттуда в Мадуне. Сейчас, в данное время, уже тренируется в Мадуне. Ну да, сейчас выходит, вот видно уже... Делитамас в Венгрии и представитель Пакистана выйдет Фават Афсан Сегдикки. Представитель в Венгрии тоже известный у нас масс-рестлер, участник в многих соревнованиях. Тренер Федерации. Один из энтузиастов масс-рестлерга. Популяризирует этот вид спорта не только у себя в стране, но и, как мы видим, да, и на этапах Кубка мира. Там оздели Сегдяки его соперник. Ну, я думаю, что здесь все-таки должна быть борьба, да? Ну, посмотрим, да. Ну, конечно, должна быть борьба, да. Ну, потому что пакистанец, мне кажется, все-таки достаточно все-таки подготовленный спортсмен. Опа, они все-таки там сели... Опроверг мою мысль. Не стал он здесь давать шанс даже своему сопернику. За одну секунду он вырвал палку и первый раунд забрал уверенно. Но мы знаем, что в Венгрии очень популярна в давних, скажем, времен, да, и тяжелая атлетика, пауэрлифтинг. В общем, силовые виды спорта очень любят в этой стране, в Венгрии. Единоборство. Да, единоборство также уважают. Чемпионат мира и по вольной борьбе там проводится. По спортивной борьбе, в общем, да, греко-римской вольной. Ну и, конечно, по силовим видам спортсменов. Очень много спортсменов, атлетов высокого класса. Одним из них в Матрестинге является вот Томас Дели. Дели 2-0. Ну, мощь, мощь, хотя и пакистанец видно, да, мощный такой атлет, помощник, силовая, подготовленный нас на стороне представителей Венгрии. Мы видели участника, спортсмена из Венгрии в нашей ручке. Весь в борьбе, эмоциях. Ну, тут немножко тактическая ошибка у пакистанцев. Он идет уже сразу не атакует, а идет уже тактическую защитную приемку. Нехватка опыта, конечно, да? Нехватка опыта все-таки сказывается. Ну и, конечно, здесь тренировочный процесс все-таки немного по-другому поставлен. Даже если ты хорош в том же пауэрлифтинге, это не говорит о том, что ты автоматически будешь чемпионом и в масс-рестлинге. Тут, конечно, не только технику, да, но и подготовку, само собой, тоже надо иметь особую. Ну, об этом, наверное, Сергей Михайлович больше расскажет. Большую надо вести спарринг. Много спаррингов, да? Между собой, между другими весовыми категориями. Соревновательная практика, конечно, да? Соревновательная, обязательно, обязательно. Турниры надо без этого. Ну и объем, наверное, тоже достаточно большой надо делать, да? Конечно. Опять, да. Сейчас давайте вот эта мощь. Известный кыргызский спортсмен. Да. Ну, соперник. И Димитрий Рябкова. Второй номер, скажем, да? А, кстати, его соперник тоже неплохой атлет. Представитель сборной Узбекистана Сергей Трофименко. Он призер чемпионата мира. Да. Ну и представитель Кыргызстана Кельдебек Улу Атайбек. 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 Призер серебряный призер Кубка мира, серебряный призер чемпионата мира. Сейчас посмотрим. Я очень надеюсь, что это будет один из интересных поединков. Опа! Опа! Нет, все-таки, да, Атайбек. Ну, вот. Зашагивание. Ну, тягу сделал. Зашагивание. Трофименко хотел бы удержать, но потерял равновесие. Вот это, да, атлет. Видите, да, какая конкуренция будет у Дмитрия, нашего Попова. Он показывает, что он подготовлен хорошо. Он ждет. Вот это, да. Вот это бицепсы. Можно, наверное, человеку даже выступать просто, как называется, бодибилдинг, да? Бодибилдинг. Арнольд Классик. Да, вот смотрите, какие банки, что называется, на персональном следнии. Вот это мышцы. 1-0. Сейчас смотрим, что сделает Трофименко. Ох! Нет, без шансов. Без шансов. Атайбек. Сила. Отличная. Стойку. Подготовлен. Видите, да? Нет, все-таки, да, там, по-моему, свистка, что ли, начали. Ага. Но, все-таки, я думаю, тут шансы все-таки будет. Мало. Мало, да. Трофименко. Ну, а Дмитрия Попову надо все-таки думать о том, как выиграть, да? Тут надо поменять... Опа! Да. Начал, по-моему, да? Да. Хорошо, Трофименко. Вот видите, какой масс-ресли неприскотомый все-таки. Чуть-чуть потерял концентрацию. Концентрацию. Я думаю, что у него в этом плане есть преимущество, конечно. У каждого. Да. У каждого есть преимущество, у каждого есть шанс. И тут надо, потому что, найти и шанс использовать. Даже бывает из 101 шанса. Никотан, который надо. Видите, на старте как рванул? Да. Показал характер. Очень зрелищный поединок сейчас мы с вами видим. Но я думаю, что за медали в этом весе будет, наверное, самая интересная борьба, да? Борьба, оказывается, сейчас будет, да. Тут еще есть ребята, которые еще не вышли. Посмотрим второй круг. 1-1. Ну, что сейчас Атайбек и сделает? Что сейчас покажет Трофименко сборной Узбекистана? Узбекистана. Узбекистан. Упустил. Ну, это тот момент, да, секунды. Доли секунды здесь играют роль. А Атайбек, ну, наверное, он все-таки немного нервничал, когда на третий раунд, да? Я думаю, что да. Надо будет более внимательным. Дмитрий Попов такие… Ошибки не прощает, да? Ошибки не прощает, да. Не прощает. уверен очень уверен себе смотрим что получится дальше да ну и трафименко хорош сергей трафименко хорош все-таки проиграл но тем не менее послушаю последнее слово еще не сказал посмотрим повтор да атакой да немного опоздал на старте он да тут кстати отобег вот смотрите да очень-очень красиво да он сейчас атакует и такие передвижения вот второй вот видишь тут он потерял координацию старт под старт отдал в третью складку он сделался тягу и передвижение в левую сторону тем самым и шаг резко да и все и выру все и тут сергей потерял координации уже тяга нету все вывел из равновесия вот ведь вывел из равновесия да тут надо быть готовым в любую секунду до из как техника какие у нас вроде бы такой незаметное движение все все же все потерял так франция панго камерун и нурлан камейхан монголия из монголии как мы говорили да очень много спортсменов 13 почти полный состав только одного человека не стоит почти полный состав но камерун нет все думают не луком сюда мы видели представителей стран африки до ученого до следующие атлеты 60 килограммов очень хорошую борьбу показали вот видите как ждет тяга пошла 1 0 болельщики очень приветствует да я сейчас смотрю и боюсь что конкуренция следующем дальше будет еще сложнее сложнее и сейчас надо отметить конкуренция в российской федерации очень большая очень большая если в первом чемпионате и во втором чемпионате мира было большинство представителей республики саха якутия то сейчас этого нету до многих регионах страны да очень серьезно развивается с рестлинг сейчас чтобы выиграть чемпионат республики потом выиграть чемпионат россии это уже это уже вопрос кстати но чемпионаты россии проводится очень в разных городах сам был смоленске был москва-булга калуга как последний на за заказан до заказания россии 2021 года очень хорошего прошла очень хорошая заль но понятно что каторстане тоже большое внимание уделяет национальным видом спорта ну потерял на вырезки тоже свою ошибку и представитель монголии не выпустил не надо было так примудрил очень внимательно надо быть надо тут работать не только головой силой но и надо смотреть как действует как продвигается соперник и уловить момент мы средства особенно вас не вот таких равных соперник вот такие такие моменты бывают когда соперник дает такой шанс все вот видите вот и и тут вот и все и в это время когда он много он согнул все тяжести уже тяги нету монголы уже третий третий период у нас начинается посмотрим мог выиграть 2-0 представитель камеру на мог вонку но упустил сейчас счет 11 уже шанс обе их равные представитель монголии не дает остаток делает тягу атакует атакует камерон но опять опять даже самые ошибки делает но это оба вот хорошо да щас же силы подписали к пальцу рук монгол атакует монгол атакует вот тут уже это характер борьба пошла он долго держит полка держит и видишь вот то что сделал во второй во второй схват кэшик он и не сделал нужен не упустил да он сидел ждал камеру камеру а у представителя монголии пальцы не выдержали ну и первый круг на этом у нас завершается в этом весе до весит до 105 килограммов я так понимаю свободный круг у представителя таджикистана коренбека хакимова очень зрелищные поединки мы увидели в этом весе 105 килограммов просто на загляденье ну когда выходят равные классы и равные соперника тогда очень интересно смотреть кто здесь выиграет эмоции видите да когда сконцентрирован то спортсмен а потом уже когда выиграл такие яркие эмоции вот этими прекрасен вас рестлер посредством еще один повтор одного тоже из самых зрелищных поединков соревнований ну тут держит то есть такая выруна и выдерживает и выдерживает да за счет силы кисти рук за счет характера так следующая пара 1 темир тагубат монголия и представитель таджикистана римбек хакимов да таки это последняя пара это последняя пара да а здесь 2 зашагивание влево в правую сторону и тяга сделал тягу не оставив не шанс смотрим повтор ну за счет силы вот зашагивание в этом положении уже соперник потеряет равновесие и не может тянуть уже равновесие нет координации нету сопротивление нет нет так вторая схватка со счетом 10 монгол с позе атакующего то что и делает атакует держит сила ван кольца намного превышает атакующую стиль уверенная победа весовая категория до 105 килограммов я думаю за бронзу кстати тут представители перестана представитель монголии представитель камеру на третье место тогда будет борьба интересная борьба будет вот уверенная победа прямо на мощь тяга тут такой термин тяга силовая тяга видимо средствует мнение тренируй тягу и ты будешь чемпионом какой-то стима доля правда езды но это конечно одна из важнейших тягу сидя встану и тягу компонент он не только так выходит у нас женщины мы ждем спортсменов на помосте да да сейчас у нас небольшая пауза будет и на соревнованиях ну и мы с вами конечно тоже немного отдохнем вернемся чуть позднее снова в прямом эфире четвертый чемпионат мира по масс-рестлингу у нас продолжаются продолжаются поединки пяти весовых категориях среди мужчин и в трех у женщин сейчас мы ждем на помосте спортсменов весовой категории до 60 килограммов я так понимаю да уже третий наверное круг сейчас начнется в этом весе самое большое количество участников в этом весе у нас заявлено сегодня 19 спортсменов и сейчас перед вами представители белоруссии Илья Мороз и его соперник из Индии Санаван Акшай Дэвидас не совсем уверен в том что его зовут Акшан фамилия Дэвидас наверное скорее наоборот но давайте посмотрим за поединком эти спортсмены первый поединок свой проиграли да соперникам и сейчас они будут бороться за бронзовые медали если у нас будет возможность надо будет посмотреть наверное и выступление девушек девятышек попозже да использую прием тяга со старта вытянул Илья Мороза ничего не смог сделать в первом поединке со счетом 1-0 ведет представитель команды Индии Илья Мороз представитель Белоруссии сейчас посмотрим что покажет 1-1 Акшай Дэвидас Акшай Дэвидас Акшай Дэвидас Акшай Дэвидас Удерживает Мороз но теряет оу но не теряет а наоборот гра все таки поставляет ноги и при этом представитель Индии наоборот он оказывает теряет равновесие и все становится 1-1 что-то получил небольшая травма видимо повреждения ну так бывает резкие движения не делать спортсмены не жалеют себя ну видите да какой характер показал сейчас Илья Мороз вот я подумал здесь он уже сумел успел удержаться поставил ноги и вот сделать предвижение правую сторону а перестивитель Индии не смог удержать спортсмены из Индии 21 год совсем молодой парень тогда как Мороз уже достаточно опытный ну вот вытянул состав опять вытянул и дальше развивает да если он уже будет опасно с Морозом шутить нельзя и не стал ждать это все вытянул молодец да взял что называется в руки в свои руки в свою судьбу и смог выиграть уже во втором поединке и продолжить борьбу за бронзовые медали наших соревнований остается у него шансы весит до 60 килограммов вот спортсмены приветствуют друг друга благодарят представителей команды борьба идет только на помосте а вне помоста уважаемые друзья товарищи по сожалению Илья Мороз выбывает с борьбы в дальнейшем так следующая пара у нас готовится ну вот тут видите как вот много потерял но все-таки сумел выставить Илья Мороз и вторую схватку выиграл вот это вот видите как а представитель не день не смог не смог поставить ноги на третьем уже не стал ничего предпринять то только принял силовую силовую возможность атаки но это который принес и первую вторую и третью победу в третьих периодах так представитель Индонезии Сахартиан представитель Монголии Санбояр это группа Б ждут команды по команде атакует Санбояр ну ну Сахартиан держит Санбояр атакует ну в итоге победа снова да Сахартиана Индонезия да представитель выигрывает первый период и у них очень хорошая такая своеобразная это так ну как ведение борьбы если не тактика атакуют потом защищаются потом атакуют обычно бывает атакуют потом если возможности начинают защищаться а вот представитель Индонезии защищается потом уже атакует но в этом тоже своя логика есть да есть спортсмены которые как раз достаточно часто вот именно в такой манере выступают да те у кого в общем защита скажем крепкая да которые очень сильные пальцы к примеру да они могут в общем вымотать своего соперника даже те кто атакует если хорошего функционально подготовлен хорошо хорошие у тебя скажем так подготовка функционалка да в данное время функционалка у Индонезиса более на высоком посмотрим Сан Бояр все таки тоже стиль атакующего не меняет положение ну атакует атакует Сахартиан держит держит и снова 2-0 и вырывает победу да на этот раз защита оказалась сильнее Андрей Криштиано Сахартиан представитель Индонезии Функциональные возможности силы хвата оказались чуть чуть лучше чем спортсмена Монголия поздравляем с победой очень очень интересная схватка сейчас попробуем еще раз повторение вот видите атакует а то держит ну держит держит и вот сейчас и атака очень резко кстати хорошая так подготовленная скажем так не случайно он все таки это выиграл очень хорошо провел этот поединок не сумбурно да вот смотрите подготовился и вырывает сейчас вот она пошла атака ну и волевые свои качества продемонстрировал конечно очень важно здесь и характер это единоборство это борьба и характеров силы воли задействованы все группы мышц наверное Михаил Ильич об этом расскажет и видите как радует поднял руку лежа поднял руку радует радуется так следующая Джозеф Вайс и Мохаммед Альберсал Ганна и Сирия Сирия против Ганны ну ребята тоже почти одинаковые физические возможности одинаковые классы скажем но сейчас посмотрим в прошлый раз Ганны то есть Ганны Вайс показал очень хорошую борьбу но я думаю что он здесь предпочтительный выглядит все таки хотя нет ну вот видите снова ошибочка ну шаг сделай в сторону йог ха ну вот победа победа отдаются победа отдали или спорный по моему спорный вот вот видите слышите представитель Ганны говорит ноги-ноги вот чтоб он нога шатается у него да сам сам по себе да технически он слабо оснащен но физически мне кажется он все таки предпочтительный да сильнее сильнее да развитая мускулатура да да шаг в сторону снова он сейчас держит хорошо серия сделает хорошо опа вот это техника грамотно вот это уже грамотно он уже видел как Вась ошибается и тактически уже переиграл соперника в другую сторону шаг сделал в ту сторону ту лощу куда он падал можно было это уже и в первый ну то есть когда остановили там уже можно было выиграть там можно было да победу дать вот смотри вот резко пошло в другую сторону и все но это тоже техника он уже осваивается да осы осы техники массрестлинга базовая техника скажем так мы учим их уже это вначале уже тренировки вот это уже в том идет уже автоматически на автомате делают на автомате делают такие ребята так со счетом 1 0 представитель серии выигрывает второй вторая складка второй круг сирии 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 которые а что такое не 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 спорный спорный да нет спорный да спорный мне мне кажется нет какие-то могут быть вопросы мне кажется нет 2 0 умеренная победа тренер тренер сирии 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 дает очень хорошие технические такие указания на свой на мой взгляд своим со своим спортсменам побед чемпионата мира это тоже дорого стоит смотрим повтор ну тут сейчас ошибку сделает вот видите как не успевает за серийцами серийц шаг в правую сторону сделать то есть левую сторону и видите просто не успевает будут у нас еще поединки весовой категории до 105 килограммов также в группе тоже будет интересно посмотреть да и в группе а также попов дмитрий порут против белей тамаша а кельдебек улу от айбек мускулистый кыргызстанец против представителя камеруна плода француза фонго тоже интересно посмотреть сейчас мы увидим с вами поединки весовой категории до 60 килограммов тоже очень много разных стран разные культ представители разных культур разных верований всех объединяет наш якутский национальный вид спорта масс-рестлинг очень отрадно да такое наблюдать да конечно вид спорта по всему миру распространяется с большой скоростью и завоевает все больше сердец Игенов со счетом 1-0 выигрывает Игенов Михаил Ильич вы в общем-то наблюдали наверное как масс-рестлинг у нас вообще развивался да мы помним что большой всплеск популярности был масс-рестлинг в 90-е годы да вспомним наших великих богатырей тех кто потом уже вошли скажем так в золотую клуб да легенд нашего вида спорта да много других спортсменов Анатолий Баяшов который совсем недавно закончил карьеру спортивную действительно 1990 90-е годы было это пиком популярности в республике святое масс-рестлинга там уже в этой годы 95-е 96-е 4-е года начинали свои тренировочные процессы Анатолий Баяшов Евгений Севсов Палка Бухатыр вот и действительно это был тот период когда рассвет подъем скажем массы притягивания палки масс-рестлинга Александр Николаевич Колотко вспомним один легендарный Александр Николаевич помню да который впервые выиграл это был тоже бум тогда уже скажем был этап силовой подготовки масс-рестлинга он внес такое направление долгие годы был абсолютным чемпионом чемпионом республики и чтобы выигрывать у Колотко мы очень много тренировались со своим тренером диктируем Федором Матвеевичем надо тоже вспомнить Федор Матвеевичем заслуженный тренер республики Сахайута который очень много влияет масс-рестлинга подготовил это и Николай Дягон Евгений Севсов Александр Кузнецов Александр Александр Захаров ну и я тоже тренировался вот и благодаря вот этому Федору Матвеевичу масс-рестлингу сейчас масс-рестлинг является и образовательным процессом научным процессом мы в 2001 году под руководством Валерия Пантелеймонович открыли кафедру масс-рестлинга в национальном видеоспорте 20 лет уже прошло да в прошлом в 2021 году было 20-летие но с пандемией все-таки перенесли и в этом году мы будем праздновать юбилей да будем праздновать юбилей вот да давайте вот вот этого товарища надо покомментировать выходит Азамат Асанов да наконец мы увидели да одного из фаворитов наших соревнований именитый также спортсмен из Кыргыстана Азамат Асанов и его соперник из Анголы Эрмена Джилдо Феррера Гонга так вот и посмотрим второй круг это уже группа А да группа А победителей здесь будет гораздо интереснее гораздо зрелищнее думаю но сразу ну Асанов да уже с первых секунд дает понять кто здесь хозяин сегодняшних данных соревнований и данного помоста вот ну действительно он очень опытный чемпион Кыргызстана многократный призер чемпионата мира кубка мира да он многократный призер кубков мира призер чемпионата мира да проигрывал только только нашим нашим спортсменам да нашим спортсменам Раскулиса Хая Кутия ну я думаю что к этому чемпионату мира он должен был подготовиться просто на все двести процентов ну мне кажется это и видно да что Творная Кыргызстана в очень хорошей форме подошла к нашему чемпионату мира я думаю что они обязательно нацелено хотя бы одну золотую медаль здесь выиграть конечно мы будем болеть за наших российских спортсменов конечно да мы болеем за наших из России но все таки мы понимаем насколько сильна эта команда да Кыргызстана ну вот видите как выдерживает все выдерживает да вот чувствует соперника техника великолепная да у Асанова понятно что полностью не раскрывает свою там тактическое подготовлено ну на чистом силе на чистом технике выигрывает ну видно что подготовлено что да Марат Маратович Артама только пожелаем нашим киргизским друзьям только всего хорошего принес привез очень хорошую команду ну что если дальше рассказывать про образовательные направления средств то сейчас работает бакалавр бакалавриат закончили закончили студентов китайской народной республики аспирантов где тоже учатся значит герман герман россия герман герман прошел очень большую конкуренцию в республике да и в россии тоже в этом месте конечно высочайшая конкуренция ну вот тоже исполняется вот что меня действительно удивило да только 20 лет я потом спортсмену да и в таком юном можно наверное сказать да для силовых видов сколько возрасте очень высокие показатели позади позади себя оставил очень именитых спортсменов до 60 килограммов долгие годы лидером был до 60 дмитрий савин вот и савин дмитрий в этом году перешел на 65 на категорию выше но тем не менее это ничего ни о чем не говорится что но это герман заслуженно представляет россию сборную россию заслуженно конечно тот кто выиграл чемпионат россии должен представлять сборную команду страны на чемпионате мира масс рестлинг не только соревновательный не только тренировочный мы это еще раз повторю это и научный по масс рестлингу нас готовы защитились кандидатские диссертации так что в этом плане масс рестлинг по всем направлениям делает большие шаги в научном плане спортивном образовательном и надеемся что в ближайшем будущем мы будем на олимпиаде да интересный поединок сейчас нас ждет немдова монголия и лекович сербия внимание лекович о нем мы рассказывали о том что он возглавляет федерацию масс рестлинга в своей стране является большим энтузиастом но и первый круг он очень уверенно прошел так же в принципе как и его наверное соперник можно сказать но посмотрим сейчас уже мощную встречу этих двух спортсменов из двух разных континентов Европы и Азии такой очень колоритный скажем так да просто вид у этой пары такой Лекович держит Лекович держит хорошо атакует не удаватель да очень хорошо атакует даже стойку пытается сделать но пока не получается хочет сделать стойку вроде неплохо он контролирует сейчас и обратная сейчас атака от Лековича уже он перетягивает палку на свою сторону но ошибается да сумел он все таки да упор все таки он удержался опа вот это вот это концовка да ну и конечно просит он эмоции от зрителей да от болельщиков надо немного температуру поднять здесь в нашем зале хотя конечно на улице у нас плюс 30 градусов жара но здесь достаточно комфортная температура у нас здесь в зале для спортсменов не жарко не холодно очень хорошо здесь все организовано надо отметить конечно большая работа проведена это сразу видно что мы посмотрим повтор сейчас обратите внимание те что красивый поединок очень красивый поединок проходит посмотрим во втором периоде сейчас что покажет у нас немдова лекович да уверенно такую классную борьбу показывает но посмотрим сейчас уже внешний хват у его соперника пойдет ли это ему на пользу нет без шансов и тут уже эмоции без шансов концентрацию потерял и все внимание лекович вторая победа весовой категории до 60 килограммов на счету у сербского спортсмена поздравляем его молодец ну большой энтузиаст немало немного вторая победа да конечно ближесть к медалям уже понятно что вот оно совсем уже недалеко но герман наверное с этим не согласен посмотрим ага конечно ну это первая схватка сейчас надеюсь покажут вторую вот здесь посмотрите вот в эти да и еще одну ошибку сделал монголист он там посмотрите по команде начал уже ноги ставить вверх тем самым он потерял концентрацию и даже координацию тоже самое не смог да вот этим так легко поэтому вырвал представитель казахстана представитель казахстана по команде по команде уже не только что шаг вверху вверху в сторону Тогда у нас будет очень большая такая конкуренция и большая помощь для продвижения мосредственного олимпиады. Во всем мире, да, и в регионе, конечно, да, в Азии. Ну, уверенную победу одерживает. Да, 2-0 Саш. Ну, представитель Казахстана на этом не прощается, он опускается в категорию B и продолжает борьбу за бронзовую медаль. Так что шансы есть, шансы есть. Ребята такие мускулистые, жилистые, высокие, ну, вот видите, как. В основном, если так посмотреть, высокорослые побеждают низкорослых. Ну, большие пальцы, тем выше, тем пальцы, ноги длиннее, тем выше. Анатомические данные, конечно, в этом масс-рестлинг тоже играет, начинает играть важную роль. Если ты более низок ростом, то надо развивать силовую выносливость, силу, быстроту. И атакующий стиль, вот так, думаю. Ну, вот, два представителя Африки. Да, даже гонку вместе, одновременно, скажем так. Опа! Кемпиди. Губа очень высокорослые такие, с красного угла, да, представитель. Он его выигрывает в первый раунд, в первый период. Ну, тут видно, сразу видно, техника есть, ребята уже. Вот что, тренировались. Было время, когда в начале первых чемпионатов России выигрывали только представители республики Саха-Якутия. Вот, там тоже были очень такие споры, что выигрывает только представители республики Саха-Якутия. Но сейчас, в данное время, уже это очень конкурентная способность, конкурентная борьба с сборной России. Ну, и такую же конкуренцию мы видим в сборной команде Конго. С красного угла выигрывает, идет дальше. Ну, кстати, да, надо отметить, что все команды на чемпионате мира, да, вообще на всех международных соревнованиях, также дается на якутском языке, старт дается че, да? Да. Команда дается на якутском языке, ну, и правила в основном все на якутском языке. Это тоже очень многое говорит. И отрадно, что президентом международной федерации Мас-Ресенки является наш земляк Акимов Александр Константинович. И благодаря ему, естественно, проводится и чемпионат мира. Если бы представителем другой, например, региона, например, другой стороны, то сложности были бы наверняка. Но мы здесь, в нашей Мас-Ресенке в Республике Сякутия, и мы очередной четвертый чемпионат мира проводим. Вот, красочный такой, видите, три помоста, красочный такой большой телевизор, экран, два экрана, вот, выход спортсменов. Очень хорошо оформили эти. Так, сейчас представители. Сейчас скора должны начаться. 105 килограммов, да? Да, 105 килограммов сейчас. Первые схватки должны пройти и в группе B, и в группе A тоже. Наверное, с группы B, да, начнутся. Ну, поединки. Мощные ребята выходят. Да, группа B. Представитель Узбекистана Хамро Тагайбердиев. И в синего угла выйдет спортсмен из Пакистана Ахсан Фавад Сиддяки. Вот он перед вами. Мощный атлет, но в первом круге он сразу же проиграл. Один из фаворитов также Сан-Фавад Сиддяки и Хамро Тагайбердиев. Багестан и Узбекистан. Да, группа B висовая категория до 105 килограммов. Сан-Фавад Сиддяки и Хамро Тагайбердиев. Сан-Фавад Сиддяки и Хамро Тагайбердиев. Сан-Фавад Сиддяки и Хамро Тагайбердиев. Угнаться. Но не смог. Спиро успел, потом уже. Моща. Не смог. Ну это технический прием. Это уже выведение из равновесия соперника. Когда соперник потеряет равновесие, он не может уже сделать силовую тягу. Он не может должным образом делать сопротивление. Поэтому надо в этом плане поставить ноги чуть шире плеча, когда возможность. Когда уже ставятся ноги, тут большая ошибка, представитель Пакистана, но из Багестана тоже там, они уже ставят ноги. Думают, этим самым они успеют делать тягу. А, ну Пакистан успел, но посмотрим, что будет. Но опять теряет равновесие. Нет. Уже в атаке его соперник, да, и все. Тоже, вот то, что я сейчас говорил, да. Та же ошибка. Потерял, да, на равновесие. Ноги поставил, поширил, когда он смог использовать свою силу, а так он не смог использовать. Но, как говорится, удача улыбается сильнейшим и сильнейшим в данном круге представителям Узбекистана. Хамро Тагайвердиев. Сейчас Сергей Трофименко, Узбекистан, еще один представитель Узбекистана и его соперник из Монголии Нурлан Камейхан. Давайте, сейчас мы ждем спортсменов. Ну, а потом уже в группе А начнутся схватки в этом весе. И мы ждем попов Дмитрий Дели-Тамаш, будет схватка, да. И Кердебек Улу Атайбек Кыргыстан и Клод Франсуа Фон Го Камерун. И интересно, у нас поединки впереди ждут. Ну, и в 12.30 мы отправимся на обеденный перерыв. А в 14.00 уже полуфинальные и финальные схватки. Ну, и, конечно, церемонию открытия с вами увидим вместе. Давайте посмотрим за этим поединком. Ждем победы Сергея Трофименко. Первую схватку он показал, что возможны свои возможности. Но, скажем... Но настрой должен быть у него здесь, в общем, запредельный, потому что если здесь он проиграет, то уже устанавливается. Да, если здесь он проиграет, да, это уже все. Проиграет все. А так остается шанс бороться за третье место. Ну, что и доказывает в первой схватке, уверенно делает силовой прием. Ну, тут я, представитель Монголии, посоветовал бы уже тянуть со старта. Сергей уже готов. Ну, видите, вот. Не успевает, вот. Мы видим, да, как хрупкая девушка, да, так же работает уже в качестве арбитра. Среди девушек тоже большую популярность набирает этот вид спорта. Ну, это не очень такая хрупкая девушка, Марина Анисимова. Да, Марина Анисимова. Она тоже мастер спорта. Мастер спорта Республики Сахаре по ее вкусу. Национальный вид спорта, масс-рестлингу. Я наградная призерка чемпионата Республики России. И моя однокурсница, прямо скажу. Поэтому, в общем, я очень горд, что организатор, большой федерации масс-рестлинга. И сопоставничество судья. Всероссийской международной категории. Ну, видно, да, Сергей Трофимов. Уверенная победа, да. Уверенная сейчас заказывает и продолжает идти. Ведет борьбу. Ну, давайте посмотрим. Группа А. Дмитрий Попов. Что покажет Дели. Тамас Дели. Тамас Дели. Венгрия. Многоопытный представитель Венгрии. Ну, наш Дмитрий Попов титулованный намного. Тем, тамас Дели. Тамас Дели уже ветеран. 45 лет спортсмену. В какой форме он находится? Да, высокороск. Заметьте, Михаил Лич. И я уверен, что он будет бороться за бронзовые медали. Все-таки не за золото, конечно, но за бронзу он способен. За золото Дмитрий Попов не дает бороться. Дели уверенно вырывает силовым приемом. Ну, в этом самом показывает Дмитрий, что тоже он находится в хорошей форме, в спортивной форме. Очень надеемся, что пик формы он выйдет в финале и одержит. Обездущим болеем. Весный якутский народ болеет за Дмитрия Попова. А, ну, теперь не только... Вся Россия болеет за Дмитрия Попова. Да, конечно. Вся Россия будет болеть. 30 лет исполнится в этом году Дмитрию Попову. В декабре пока 29. В самом расцвете сил, да, таких силовых видов спорта, наверное, вот уже где-то в 30-ти годах, да? Самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое. Ох, Дели держит. 2-0. Дмитрий Попов. Поработал на пальже и потом сделал шаг в сторону. Ну и как всегда очень мало эмоций от Дмитрия. очень спокойный человек уравновешенный уверен в себе руку надо димитрий дать целеустремленный спортсмен преданный своему виду спорта представитель у солдатского улуса который вот ближайшее время станет хозяйкой игр народов республики сахар якутия тоже крупнейшего спортивного мероприятия в нашей республике парагонцы станут спортивной площадкой главной спортивной площадкой нашей республики ждем этих соревнований также с нетерпением конечно у нас каждое лето практически давно такое очень жаркое спортивное жарко жаркие битвы до в прошлом году мы видели соревнования в бердегистях и в горном улусе по национальным видам спорта игры манчары а в этом году и по олимпийским дисциплинах больше до игры народов республики сахар якутия волейбольные баталии баскетбольные футбол ну и много единоборств других видов спорта теннис шашки шахматы 16 видов спорта если быть точным да легкая атлетика конечно королева спорта улот франслав фонго и кельдебек улу а тайбек возвращаемся на помост ну что представитель узбекистана а тайбек что на этот покажет со счетом 1 но 1 2 выиграл первую складку сергей тропимеков представитель узбекистана но тут у нас камерин из камеру нес фонго да кстати очень эмоциональный смартфон был первый круг красиво он провел выдержит ли против тайбека все-таки а тайбека все-таки слишком много опыта на этом плане до плане силы и силы много мощь видно что человек да фонго не дает свою сторону взял и центр палку не хочет дать это тоже правильная тактика скажем опа все-таки на стойке взял на свою сторону перетянул а тайбек он уже в глубоком защите а ему мне кажется сейчас надо тоже рисковать до 1 секунде снова не ждали ждать взять да попробовать да да правильно не ждать надо атаковать рисковать и на здесь вот смотреть на этого именитого соперника надо работать не бояться попробовать да да по моему фонго чуточку чуточку испугался что но он уже может быть чуть-чуть скажем тогда имя испугал и психологически какой-то неуверенность появилась он оттягивал его хорошее кстати да видно да что физически он неплохо подготовлен но все-таки это бег твои берет и 20 пользу спортсмены из киргызстана и это бег и они уже близки уверенно ну да уверены тут с 9 я так понимаю дмитрий попов уже в финале да а кельдебек а дайбек должен встретиться с представителем Монголии Адья Тумуром Тагабатом и в случае успеха он выходит в финал на Дмитрия Попова вот такая у нас сейчас история весовой категории до 105 килограммов ждем этот финал это будет очень красивый финал между Дмитрием Поповым и представителем Киргизии Атайбеком я думаю что это будет один из гвоздей первого соревновательного дня чемпионата мира четвертого чемпионата мира по масс-рестлингу сейчас мы с вами дорогие телезрители уйдем на обеденный перерыв и в 14.00 возобновим нашу прямую трансляцию с вами были комментаторы Степан Васильский и Михаил Барохин до встречи друзья до встречи